Всем привет! Продолжаем рассматривать картину художников Пьетро Тесто, итальянский художник эпохи барокко, рисовальщик, живописец, гравер и писатель академического направления, получил прозвание «Иль Лукезино» по месту рождения города Лука, но свои работы подписывал латинизированным именем Петрус Тесто Лусентинус. Помимо серии картин маслом и фресок, он создал множество рисунков и гравюр на аллегорические, религиозные и мифологические сюжеты. Пьетро Тесто намерялся написать трактат об искусстве, делая много заметок, знаменитая дюссельдорфская записная книжка, но судьба не позволила ему это сделать. Был сыном Джованни де Бартоломео, простого торговца сырьем. В семье было пятеро детей. Петро уже в ранние годы обнаружил склонности к рисованию и получил первые уроки у Пьетра по Алине. Около 1628 года Петро Тесто отправился в Рим, стал учеником Доминикина, живописца Балонской школы. Первую поддержку юноша получил в конгрегации луканца, церкви Святого Креста и Святого Бонавентуры, общины луканца. В Риме он делал зарисовки античных знаний различных рельефов. Для зарисовки вместе с работами других художников использовались иллюстрации так называемого музея-картотеки или бумажного музея, который создавал ученый и меценант Кассиана Дальпоццо и его брат Карло Андрея. Это собрание документов, свидетельств освещавших все стороны жизни, быта, культуры и политики античного Рима. Рисунки Петро Тесто собирал коллекционер произведения искусства Маркиз Жустиниани. В 1631 году Доминикина переехала из Рима в Неаполь, а Петро Тесто присоединился к мастерской живописи и архитектора Петро де Клартот. Петро Тесто отсоединил своего первого учителя и в своих заметках называл его художником, который заставляет сиять не только Балонию, но и весь теве. Ношения к картону не были такими счастливыми и, вероятно, продлились всего несколько месяцев. Я цитирую Википедию. Между тем Петро Тесто дважды покидал Рим, ездил в Луку в 1632-1637 годах. Во время его первого пребывания городской магистрат поручил ему написать фрески в здании магистрата. Но поскольку у него еще не было большого опыта в этой технике, изображение не удовлетворило заказчиков. В Риме Тесто писал алтарные картины за церквей, например, за престольные образы, некоторые другие работы в церкви святых Сильвестра и Мартина на горе, и за престольный образ церкви святого креста и святого Модавентуры, общин луканцев. Кроме того, он создал ряд картин, маслом, но в основном много рисунков и афортов. Позднее некоторые мотивы таинственных афортов Петро Тесто использовал в своих картинах Франциско Гоя. Петро Тесто, среди друзей которых были художники Пьер Франческо Молло и Никола Пуссен, был человеком глубокого нрава. По словам Пассери, он был благородным и возвышенным гением и очень склонен к мирской мудрости. Жизнь Петро Тесто оборвалась трагически. Он утонул весной 1650 года во время наводнения в Тибре, в Риме. Ну вот так вкратце о итальянском художнике эпохи барокко, рисовальщике и живописце, граверы, писателе, академическое направление. Петро Тесто. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!